Приветствую всех искренне любящих Господа Иисуса Христа. Хочу сегодня свидетельствовать перед вами о прекрасных делах Господа нашего Творца, который, как заботливый Отец, заботится о всех человеках. О всех. Человек об этом знает, не знает, но лучше было бы, чтобы человек этого знал, потому что он заботливый Отец, он заботится о всех. В 2017 году я был с одним братом, которого зовут Ваге, жену зовут Нарине. И вдруг позвонила его жена Нарине и сказала, что бабушке нужно помочь, бабушку зовут Маник. Она человек с тяжелым телосложением, и я понял, что нельзя оставить брата. Нельзя оставить брата, потому что бабушка в больнице, и нужно как бы посадиться в постель, или там с места на место перевнести, и нужно брату помочь. Там нужна была физическая сила. И я никогда не позволил бы себя брату оставить просто так. Он не попросил меня, но я лично ему сказал, я не оставлю тебя, я помогу тебе, давай поедем вместе. Мы, значит, троем поехали в больницу, их младшая душа тоже была с нами, вот Анаит. И когда мы вошли в палату, там была бабушка, и ее посадили, я увидел, что невозможно, чтобы она вот так просто села на месте. Я взял подушку, положил за спину вот этой женщины, а сам сел сзади подушки, как опора, и она вот так буквально сидела, опираясь на меня. И ей было хорошо, а мне было очень приятно, что каким-то образом я мог послужить этой женщине. Я часто молился за эту женщину, приводил ее в покаяние и просил Господа так. Господи, если есть какие-то определенные преграды, которые будут мешать, чтобы она попала в Твое царство, «Прошу тебя, дай ей жизнь до того момента, пока она будет готова, как человек духовный, чтобы ты взял ее». И именно в этом году, в 2018 году, Господь взял ее. Но там в палате случилось нечто, вот об этом я хочу говорить. Когда мы там сидели и общались, вдруг в палату вошла одна женщина, я увидел, что она русская, благослови ее Господь. Она находилась там, и там двухместная палата, даже трехместная палата, но там было два человека. Вот бабушка Маник и вот эта женщина. Она, когда начала разговаривать, я духом узнал, что у нее есть место в сердце для Бога. Я обратился к ней и сказал, верите ли вы в Бога? Она сказала, да. Я как бы уложил очень хорошо бабушку и встал, пошел, присел рядом с этой женщиной и начал говорить о Христе. Потом я ей говорю, если вы позволите, я за вас хочу молиться здесь, вы позволите? Она сказала, да. И я ее привел к покаянию. Она приняла Господа Христа перед всеми. Ей не было стыдно молиться со всеми. Брат и сестра тоже молились с нами. Она открыла свое сердце и рассказала одну удивительную историю. Удивительную историю из своей жизни. Она сказала, что у нее муж армянин. И не очень-то хорошо обращался этот человек с нею. Но семья, вот так, дети. А я в этой женщине, я видел настоящую мать. Вы знаете, матери, они совершенно другие. Они совершенно другие. И они как бы по-другому обращаются с теми, которых они родили. И в России, и везде я часто встречаю таких женщин. Женщины, которые в их глазах написано, что они верные. Они любящие. Они, значит, проходят вот эти долины скорби ради своих тех, которых они приводят на землю. Дают жизнь. И Бог через них дает вот этих людей жизнь на земле. Слава Господу за них. Она говорит, что у нас родился сын. Ему было три годика. И однажды я пекла хлеб. И сын ему сказал, чтобы он пошел за кружкой, потому что я хотел доить корову. И я хотел, чтобы дать ему парное молоко, чтобы он попил парное молоко. И вот мой трехлетний сын пошел за кружкой. Пошел, и нет его. И я, когда уже закончил дойку, потом пошла за сыном, а нет его. Я начал искать. Нет сына. Я везде. Нет сына. А у нас там вблизи войсковая часть. Я пошел в КПП, я там спрашиваю дежурного по КПП. Я говорю, вы не видели мальчика? Он не проходил вот отсюда. А он говорит, здесь и змей не сможет пройти. Никто не сможет отсюда пройти. Я наблюдаю за всеми. Его не было здесь. И говорит, у нас маленькая собачка. И вот собачка пришла и, значит, украла хлеб. Украла хлеб из того хлеба, который я пекла, украла хлеб и убежала. И я не знаю. Но вот в этот момент уже в этих исканиях, в этой агонии, как бы, я начал уже волноваться. Я не знаю, что. Я поднял тревогу. Я не знаю, что делать. И мы начали искать. Мы искали цель день, не нашли сына. Мы не нашли на второй день сына. На третий день мы не нашли сына. И вдруг случилось нечто. Командир войсковой части зовет меня. Я иду туда и вижу, что. Я вижу, что. На третий день утром дочь командира войсковой части рано встает, чтобы заниматься спортом. Идти на кроссу и это самое. И она, вдруг, проходя мимо одной местности, замечает ямину. Яма там такая. И в этой ямине она замечает маленького мальчика. Оказывается, мой мальчик, когда пошел за кружкой, чтобы принести, собачка пришла. И он за собачкой. А собачка туда пошла и побежала, вбежала в войсковую часть. Он за собачкой туда. Собачка пробежала мимо вот этого, этой ямины. А мальчик не смог, и мальчик попал в яму. И от страха мальчик ни голоса, ни крика о помощи, ничего. Три дня он находился там, в этой ямине. А собачка, когда увидела, что ничем не может помочь, никому ничего не может говорить, собачка пришла, украла хлеб, который пекли. И этот хлеб собачка отнесла и бросила в ямину. И за эти три дня мальчик мой кушал этот хлеб, который принесла вот эта собачка. Вот так нашли мальчика, он жив-здоров, с ним все в порядке. Но, знаете, я так посмотрел на эту женщину, говорю, неужели не понимаете, не ощущаете, настолько Бог близок к вам? Вы не понимаете, что это явное чудо, это нечто прекрасное, что Бог может вот через животных даже петься о вашей жизни. Это чудесно. Она меня говорит, меня должны были выписать вот сегодняшний день, на сегодняшний день, но почему-то меня оставили на завтрашний день. Я говорю, это для того, чтобы сегодня я должен был приходить вместе с братом, помочь бабушке, и чтобы встретить вас. И чтобы говорить о любви, о любви Божией к вам, как Бог любит вас. Вы чувствуете, что вы не нужны никому, вы не нужны мужу или тому другому, но вы нужны Богу. И Бог так вот окружил вас своей теплотой, окружил опекой. Он заботится о вас, о вашем ребенке. Это что-то прекрасное, иметь эту любовь в своей жизни. Друг мой, я этим просто хочу говорить, что Бог и тебя окружает своей теплотой. И тебя, и о твоей жизни он печется. Он печется. Еще тебя не было. Еще тебя не было на земле. Ты еще не родился на земле. Но Бог, Бог написал все твои дни. Бог написал. Но только Он дал тебе свободу. Ты можешь свободно действовать. Он написал, сколько времени ты будешь жить на земле. Он от самого начала дал прекрасную великую жертву Сына Своего Иисуса Христа, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вешенную. Прими Господа Христа. Прими опеку Бога Живого. Прими, которую Бог создал от самого начала, вот ту жертву, которую Бог дал от самого начала, от начала времен, когда Бог еще никого не привел на землю. Пусть Бог благословит тебя, друг мой, чтобы ты понимал это, и чтобы ты имел вешенную жизнь и был спасен от грядущего гнева, от великого суда, да спасет тебя Господь. Благословение Божие тебе, мир по дому твоему. Аминь.